Золотые ножницы для разрезания торжественной ленточки поговаривают, держал на открытии объектов ОТЭС сам президент. Название на входе «Субмарина» может сбить с толку, но факт остается фактом. В Приморской столице открылось новое пространство для демонстрации изобразительного искусства. Идея открыть собственную арт-галерею принадлежит Александру Субботину, художнику по призванию, а по профессии – строителю. К слову, именно его зодческая компания вносит непосредственный вклад в возвращение исконного архитектурного облика Владивостока. Триумфальная арка, часовня Георгия Победоносца, храм на Седанке и многие другие объекты – все под крылом Александра. Ну а теперь он решил оставить городу наследие несколько другого толка. Создать какую-то группу художников чисто маринистов. То есть, я думаю, это осуществимо, оно и будет. И надеюсь, что эта галерея будет именно по морской тематике. Впрочем, предприимчивый художник не собирается ограничивать художественное пространство галереи одним лишь морем, по-своему дополнив искусствоведческий термин «маринист». И снег – это тоже вода, да? Какая-то тайга, ручейки. Вот таким образом. Всего на открытии представлено 40 картин Александра Субботина. И это лишь часть работ, которую художник создал за более чем 20 лет творческой деятельности. Строитель и предприниматель самостоятельно освоил и покорил «Постели масла» – имен создает шедевры – в конце 90-х. Сегодня его картины привлекают внимание и вдохновляют людей из самых разных сфер и областей деятельности. Многие из них пришли, чтобы лично поздравить Александра. На открытии частной галереи побывал даже генеральный консул США, буквально сделав мероприятие международным. То, что я вижу здесь, это замечательно. Я думаю, я поздравляю Александра Субботина за то, что он открыл еще новую галерею здесь, в Владовостоке. Это знак того, что Владовосток – открытый город. В дальнейшем в рамках работы галереи Александр планирует проведение бесплатных мастер-классов для всех желающих жителей города. Прежде всего для детей, а также организацию выставок художников из приморской глубинки, чтобы популяризировать их творчество. Ну а пока работами строителей и художника может полюбоваться каждый, зайдя в гости в субмарину, само название которой сочетает фамилию основателя со словом «маринист». Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Новости на восьмом.